В администрации города сегодня прошло очередное аппаратное совещание. Помимо обсуждения текущих вопросов, зашла речь и о смоге, который вот уже третий день нависает над городом Металлургов. По информации Гидрометцентра Челябинской области, сочетание природных и техногенных факторов стало причиной появления в Магнитогорске устойчивой дымки. В северных районах Сибири горят леса. Аналогичная ситуация сложилась и в соседних районах Тобольской, Тюменской, Курганской и Свердловской областях. Даже к западу от Уральских гор, в Прикамье, Уфе и северной части Башкирии стоит смог. В ближайшие дни Южный Урал еще останется под влиянием северного антициклона. А значит, северо-восточные потоки будут также приносить дым от сибирских пожаров. По прогнозам специалистов, такая ситуация продлится до конца выходных. Изначально многие могли подумать, что причиной такой обстановки стали промышленные предприятия Магнитогорска. Однако это не так. Я еще раз все-таки хотел по этому поводу подчеркнуть. У нас есть мероприятие, и когда объявляется НМУ, так называемое безветрие, то все промышленные предприятия начинают снижать свои объемы производства, дополнительно включают газоочистные установки, и мы за это дело мониторим. Я работаю на промпредприятии, поэтому я знаю, как тут же сдаются звонки, а вы давайте, и даешь команду где-то приезжать. Сегодня ММК не увеличивает объемов производства и, соответственно, выбросов. Напротив, ежегодно огромные деньги вкладываются в экологические программы. К примеру, совсем недавно на ММК была запущена сероулавливающая установка. Там очистка от пыли 98%. Ну что тут говорить-то? Там это то, что было, и то, что стало, и до конца года они закончат, то и вторую фабрику подключат. В городе намного легче будет дышать.